всем привет друзья с вами аня дзука и водичка не перестает литься поскольку по mortal kombat 1 выкатили кучу интересного контента в интернете вчера и сегодня мы с вами обсудим поэтому перед началом обязательно влепите лайк если любите мои болтальные видео по mortal kombat у и давайте будем начинать ну и комментарии не забудьте потом оставить итак начнем с не самого интересного но важного до kombat cast kombat cast состоится уже сегодня 24 августа 8 вечера по москве на нашем лайв-канале будет стрим где мы вместе с вами его посмотрим так что если вы не подписаны на наш лайв-канал где происходит стримы практически каждый день то обязательно подписывайтесь заходите смотрите там в mortal kombat стрит-файтер текен и другие игры и файтинги мы играем регулярно так что не пропустите сегодня да кстати на ком от касте покажут геймплей синдел рейна и генерала шау ну то есть разберут так идем дальше значит что интересненько у нас в сети появилась это новые скины вот такие вот скины появились это видите скин на джонни кейджа хоррор шоу называется таня потом на китану скин sub-zero то есть это скины на основных персонажей мы видим там есть еще можно найти все те какие-то вариации расцветки отличающиеся этих скинов ну и также к витя справа сайрокс расцветки сайрокса это его основная типада обычная базовая расцветка но в общем о чем это говорит ну то есть слева все понятно это основные персонажи игры у них будут разные скины будут разные расцветки а вот то что мы видим справа сайрокс это камео персонаж и соответственно у камео персонажей тоже будут расцветки хотя бы точно как минимум расцветки будут насчет скинов я не знаю меняющих их внешность там далее меняющих их костюма но по крайней мере цвета можно будет какие-то выбирать ну и соответственно их нужно будет открывать в игре как это у нас такое самое первое простенькое да кстати как вам скину напишите в комментариях ну по-моему джонни кейджи прикольные вот они смотрятся прикольно у китаны и sub-zero что-то так себе может быть цвета неудачная ну а с аэроксом так все понятно ну и дальше перейдем к наиболее интересному да поскольку появился геймплей режима который я ждал режим инвэйджи он вторжение если сейчас мы его посмотрим немного значит начинается все это с особняка джонни кейджа стартовая такая локация получается и там будет много разного получается став а интересного хотя по сути по сути этот режим да у кстати вот этот прикольная тема на паузу игровые автоматом тут видим primal рейдж посередине просто какие-то жетончики видимо да можно там выбрать или что а справа видим рэмпэйдж это медвейские игры я не знаю будет ли какая-то возможность них поиграть скорее всего это просто какие-то но отсылки просто дать их пасхалочки вряд ли эти игры там будут именно я сомневаюсь в этом но это было прикольно например street fighter 6 можно же играть в аркадные старые игры от кепкам что довольно круто ну здесь не знаю посмотрим ну я думаю маловероятно все таки это просто скорее всего украшения такое показывают да вот мы видим типа особняк джонни кейджа и в нем вот разные вещи есть там портал например в этом портале можно перейти в другую реальность там кое-что что-то там залутать например да сама игра себя представляет что-то типа на столке как вы видите вот персонаж передвигается по определенным точкам и по определенным линиям зашел в точку тут типа видите битва с персонажем прошел битву с персонажа пошел дальше он там получил какие-то вещи вот там объясняется что можно идти только по линиям которые зеленого цвета да то есть возвращаться назад например или куда-то поворачивать линии красного цвета недоступна для вас видимо бой проходишь и тебя уже там потом пропускают ответственно здесь ты проходишь бои за это получаешь ключи от каких-то комнат получаешь скины для персонажа получаешь модификаторы типа это называется здесь амулета по моему ли что тип того в общем по сути это такое такая получается смесь режимов крипто и режим ну живые башенки как я принципе изначально вам и говорил что я так и думал что будет типа как башни но переиначеные вот видите различные испытания есть дать прикольно да что такое появилось ну то есть это улучшенный режим по сути башен и совмещенный с тем-то с чем-то типа крипты только видите не вид сзади как последний крипте было сделано вот вид такое сверху принципе я думаю это прикольно самое главное чтобы не задушнили с модификаторами то есть тут также присутствуют модификаторы могут вас там какие-то лучи там лазера стрелять и что-то еще вот это ну в живых башнях mortal ком это 11 были разные моменты было что-то нормальное а был что-то но достающие очень сильно какие-то моменты перебором там всего и вся вот поэтому я боялся что получится такая же фигня то есть тут по сути да вы участвуете в бое на точке бой как правило с модификаторами то есть противник их использовать вы тоже что-то можете использовать открывать ведь он открыт камеру скорпионы с эти видео с канала и джем мы смотрим но многие каналы на выкладывали это дело на самом деле вот то есть вот он попал в портал в портале открывает сундучки в сундучках мы видим что там что-то выпадают какие-то предметы вот как раз ки скин на таню до видите игил of fire то есть все постепенно в этом режиме будет открываться также в этом режиме типа сезона вот показывать сезон ван спектр то есть сезон связаны со скорпионом но это уже после того как это как проходится особняк джонни кейджа там открывается еще сезон это тот то есть в игру будут постепенно добавлять разные сезоны разные типа локации получается ведь тут такие заставочки в двух концовок игр серии mortal kombat возможно я так думаю что то сделают типа там какие-то денежки можно будет вливать реальные туда вот сайте вторая локация что-то типа деревне который после особняка джонни кейджа открывается на там довольно большая кстати получается и вот тут кстати фаталочка фаталочка на кунглау вроде бы еще не показывали ну что еще хотел сказать по этому режиму да значит здесь будет этот момент с разбиванием там всяких штук типа тс юмайт разбиванием камней там каких-то частей тела прочего будет там торговец то есть я посмотрел разные видосы просто не все не могу сейчас на видео тут найти показать вам будет торговец и по этот как у коллектор то есть он может будет продавать им какие-то усилители будет персонаж который будет вам апгрейдить там что-то ваши это самый+. Ну тут вообще будет прокачок та же самая прокачка персонажей персонажи можно будет менять прямо самой игре то есть вы не за кого-то одного проходите да в процессе игры вы сможете выбирать себе персонажи выбирать себе камегу и они также будут прокачиваться пробы прокачивать шмот там можно будет насколько я понял то есть там будет гора типа гора подобных у чувак четырьмя лапами заниматься прокачкой вот разные комнатки там разные секретики исследовать везде какие-то битвы даже возможно это целый башни будут ну возможно дальше да то есть нам в основном показали начальную локацию этот особняк джонни кейджи но потом локации будут больше и там будет больше всего возможно будет уже душнилова какое-то с башнями ну не знаю посмотрим вот в общем тут у нас фаталка значит на того самого на кунглау сейчас мы еще посмотрим потолочку на сайрокса тоже классика короче да классика всегда в моде как говорится это фаталка была еще на сеги да вам к 3 где он взорвал всю планету к чертям вот фаталите сделал всего человечеству короче нормально тоже всегда это удивляло в общем в целом что могу сказать по этому режиму как я говорю я и ожидал в принципе да что-то похожее немного это напоминает режим конквест самого первого этого 3d mortal ком это на playstation 2 mortal ком это для альянс там ты тоже по определенным точкам ходил но единственно что там не было вариантов куда-то повернуть насколько я помню то есть ты просто шел там испытание 1 испытание 2 испытание 3 шел монах да здесь у вас будут варианты карту типа обследовать это интересно где-то какие-то мини-игры да где-то какие-то бои где-то просто какие-то сундуки или портал в другое измерение где ты можешь найти еще какой-то шмот например там да ну то есть хотят сделать по разнообразнее в принципе я думаю это у них должно получиться то есть это интереснее чем просто в живые башни уже не знаю интереснее ли это чем крипта но опять таки тут будет много разных отсылок у джонни кейджа там много всякого став в доме там разные предметы у него расставлены тогда вот увидели игровые автоматы там не телевизором по которому трейлер можно луком открутится какие-то предметы связанные с фильмами там будут ну то есть интересно будет именно побегать поиследовать посмотреть на разные там предметики пасхалочки вот это все очень интересно я думаю будет сделала как будет дальше может где-то реально что-то сложное сделают и там какие-то монеты на будет использовать для усиления все может быть не знаю ну раз там все сезоны все-таки будут да вот но по сути это получается улучшенная версия живых башен и по сути до живые башни тоже как сезона обновлялись пропадали одни появлялись другие там одни были на праздники там я не знаю на новый год там рождество хэллоуин да возможно здесь что-то типа того будет но пока что выглядит в принципе забавно выглядит лучше чем было в mortal kombat 11 по интереснее но опять-таки бои в принципе все тоже самое себя представляет то есть вы себе открываете какой-то модификатор помимо кого там можете чем-то стрелять но они эти модификаторы заканчиваются как в mortal kombat 11 вот противники тоже может что-то и могут использовать там просто на само во время боя может там для вас какой-то луч или наводящиеся ракеты или там свет выключаться но вот как обычно то есть по сути от башен с модификаторами мы далеко не ушли но все равно выглядит интереснее чем был до этого так что в принципе мне норм пока что так ну и теперь поговорим о сюжете до вышел начало игры где-то минут 20 примерно сюжет истории мода о нем поговорим я не буду сейчас весь при вас смотреть наверняка вы все уже это видео сами посмотрели хотя просто на пару моментов обратить внимание так сейчас вначале да показывает уступление шансунга который в этом мире стал просто каким-то этим типа шарлатаном он продает людям всякие снадобия которые ни от чего не помогают типа снадобия тарката например продает его там постоянно избивают за то что он всех обманывает типа того но такое известная такая тема да причем он переодевается в старца как мы тут видим на самом деле он типа молодой то есть в этой вселенной он не маг никто он просто шарлатан вот так люканг одним поиздевался видео с тяжело ему здесь живется в этом мире ну и в общем тот появляется тот персонаж который ну очень подозрительно напоминает кронику ну видно по форме головы там по очертаниям на лбу там то что у нее в общем реально похоже на кронику которая мне очень не нравится вот честно как босс это был мне кажется кроника худший босс за всю историю игр mortal kombat но тем не менее на здесь есть не знаю придется ли с ней биться или нет но в общем она тут присутствует она типа говорит шансунгу идти на ее сторону чтобы стать тем кем он должен быть там типа да колдуном скажем так ну и в общем мы понимаем что завязка завязка в этом отсюда пойдет зло видимо в этой вселенной уж как там она это кроника если это кроника сюда добралась как она тут появилась я не знаю поскольку вроде как бы ешь замочили ну еще хотел на одном моменте акцент акцентировать внимание все наверное да опять и видели сюжетку тут люканг а люканг а вот там у лавы рэган там да они они идут в кафешечку кафешечки устраивают там подтасовочку да и вот вот эти вот линквей я всегда думал что линквей это какая-то такая прям организация который какие-то заказы выполняет до кого-то грохнуть там или что-то сделать украсть что-то еще но но я не думал что они просто такая свора чувачков которые со всех деньги 300 просто ходят то есть такой рэкет линквей короче то есть это мне кажется ниже их уровня на самом деле но дело не в этом тут героиня такая есть она тут главное типа да вот в этом в этом заведении в этой кафешечке так сказать чайный ее зовут мадам бо и ребят ну вам от ничего не напоминает там уже эта мадам еще такая довольно бойкая мадам бо мне просто этот порадовал этот момент с ней с ее участием тут все начинает громить типа это линквей жалкие псы линквей и вот она начинает драться смотрите она круто дерется вроде бы ну правда быстро получает патчам от смока и падает так вот мне показалось что мадам бо это какая-то отсылка набора и чё бог мадам бо возможно ее полными бора и чё на самом деле возможно это типа здесь женская версия бора и чё тут конечно в этом отрывке это все не раскрывается тут тут дальше не покажут то есть что с ней произошло но возможно потом станет и что-то там еще будет интересно с ней происходить то его знает то есть это либо женская версия бора и чё либо просто как бы отсылка к нему либо это какая-то жена бора и чё я не знаю как у них правильно бо это читается имя или фамилия под ну тут сложно судить как бывает тут у первое считаю ну типа фамилия на самом деле не знаю как у бора и чё как вы думаете но я думаю что будет имя рачок типа фамилия но может быть и наоборот оказаться да и кого знает ну в общем в любом случае не знаю заметили вы или нет эту тему напишите в комментариях но я подозреваю что это как-то связано с бора чё по-любому не знает бурач это такое учитель люка на который постоянно бухает у нее пьяный стиль и он еще там газа испускает и всякое такое делает непотребство за что народ его в mortal ком от x не особо любил им было противно на него смотреть вот как бы вот такую вот вещь я приметил интересно ну а дальше в принципе тут особо спойлерить что-то не вижу смысла в этом сюжете тут так не так ты много чет показывают ну в общем реакцию там или полное видео там я не собираюсь сделать по сюжету я думаю же когда игра выйдет уже сами пройдем поиграем ну вот на этом в принципе все пока что ребят пишите ваше мнение как вам скины как вам режим invasion мадам бо хронику хотели бы увидеть в игре как босса хотя конечно вот эти всякие рога у шаукан все-таки все больше и намекают на анагу босса из mortal kombat armageddon да но было бы интереснее мне лично какую-нибудь анагу увидеть нежели кроник чтобы она вернулась вот такие дела ребят ваш мнение в комментариях ставьте лайки и не забудьте заходить на наш лайв-канал ссылочку я там закреплю в комментариях наверное под видео на наш лайв-канал потому что там сегодня будет стрим по mortal kombat kombat cast и поиграем mortal kombat 11 так что на этом все ребят всем пока